Многодетная семья Азимовых ютится в съемной квартире. Родители, трое детей и бабушка с дедушкой. Жаловаться не привыкли. Подростки Сабина, Нурья и Хазрат занимаются в кружках по интересам. А Сабина еще и выступает в сборной Самарской области по художественной гимнастике. Этим летом дети отдыхали бесплатно в лагере. Какие еще льготы положены многодетным семьям, родители узнали на встрече с заместителем министра Самарской области по социальной политике. Озвучили и свои проблемы. Нам вообще по идее бы хотя бы поставить на очередь на квартирные условия. Потому что мы живем фактически в сарае. У нас двухэтажный дом, который под стом, уже сколько лет идет, и никак вас не сломает ни воды, ни удобств, ничего нет. И очень тяжело в трех комнатах крутиться такой семьей большой. Чтобы выбраться многодетными семьями из сложной жизненной ситуации, с ними регулярно встречаются социальные и городские службы. Консультируют по разным вопросам. Начинают компенсации за коммуналку и материальной помощи, заканчивая материнским капиталом, который ежегодно индексируется. А его, как пример, можно потратить на учебу детей и улучшение жилищных условий. Такие встречи, они традиционно проводятся в Министерстве социально-демографической и семейной политики, где мы встречаемся с многодетными семьями. Семьями, где имеются дети-инвалиды. Рассказываем о тех видах помощи, которые они могут получить. Помогаем им собрать, скажем так, необходимые все пакеты документов, для того, чтобы они получали сполна все то, что им положено. За последние три года рожать в Самарской области стало модно. Ежегодно на свет появляется по 40 тысяч младенцев. Основная доля приходится на многодетные семьи. У них это в основном третий или четвертый ребенок. Есть среди них и рекордсмены, для которых воспитать семерых детей не проблема. Несколько лет назад многодетных семей в губернии насчитывалось 15 тысяч, сейчас около 22. Лидеры порождаемости – Самара, Тольятти, Сызрань, Ставропольские и Нефтегорские районы. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.